Государство объявило разные нарушения для тех, кто не соблюдает правила изоляции в период пандемии, однако это привело к путанице на местах и незаконным штрафам Об этом заявила в разговоре с корреспондентом «Разбалта» юрист Юг права групп Мария Амарова Она привела в пример случай в Петербурге, когда на мужчину составили административный протокол за прогулку с ребенком Штраф здесь логичен, это бесспорно У нас в городе запретили гулять на детских площадках, которые даже специально оградили лентами, объяснила Амарова Вопрос в том, что полиция применила не тот закон и без надлежащих полномочий Как отметила эксперт, мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КАП, что предполагает нарушение эпидемиологических правил Эту норму применяют в том случае, если человек, например, вернулся из-за границы и нарушил обязательный двухнедельный режим изоляции Однако посещение садов, скверов, парков, детских площадок – это другая история В этом случае логично привлекать по новейшей статье 20.6.1 КАП, то есть за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности Именно он установлен в Петербурге и других городах Минимальный порог для штрафа здесь, кстати, меньше, всего от 1000 рублей, уточнила Амарова По ее словам, в случае с этой статьей также возникают проблемы Поскольку сотрудники полиции не имеют права составлять по ней протоколы Здесь полномочны так называемые должностные лица органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧАЭС Полиция к ним формально не относится, но сотрудники ее на местах незаконно применяют Неудивительно, ведь практика пока минимальна, мало кто понимает, кого и за что штрафовать Поэтому и создается путаница Страдают, прежде всего, граждане, которых незаконно задерживают и штрафуют не по тем статьям и с драконовскими санкциями, добавила юрист По ее мнению, дело о петербуржце с ребенком должны пересмотреть и назначить более адекватные выплаты по статье 20.6.1 КААП Полицию же со временем включат в перечень должностных лиц Которые имеют право на составление протоколов, предположила Амарова Ранее юрист объяснила корреспонденту «Разбалта» будут ли штрафовать петербуржцев по новому закону за прогулку до магазина Тем временем житель Петербурга намерен в суде оспорить ограничения, введенные в городе Кроме того, жители России собирают подписи под петицией, в которой просят президента отменить неадекватные меры Которые применяют региональные власти От